ДАЧНОГО СЕЗОНА ДАЧНОГО СЕЗОНА Такие посевы называют подзимними. Высев семян в грядке осуществляется при устойчивой температуре воздуха в районе нулевой отметки и температуре почвы до плюс пяти градусов. Вооружившись садовым инвентарем, Эльвира Ионовна разравнивает землю, которая сохранила тепло и влагу под пластиковыми рамами. Каждое ее действие – полезный лайфхак для начинающих садоводов и огородников. Меряем ширину грядки, вот граблями, соседняя грядка какая, и поворачиваемся на 180 градусов и начинаем вот так, на этом же расстоянии. Делаем вот такие дорожку. Очень быстро, шустро и красиво. Для посева под зиму Эльвира Пирогова использует семена укропа, петрушки, кинзы, салата и моркови. Один из секретов вкусной, сочной и стройной морковки – в рыхлой почве. У нее же корнеплоды, они проникают в землю, иначе если земля будет нерыхлая, то у нее несколько корней будет, она будет такая уродливая форма морковь. Чтобы этого не было, вот после того, как мы начертили бороздку, мы еще днище этой бороздки должны еще раз проверить на наличие посторонних предметов и почвенной голубы, там коньков, чтобы не было. Сажать этот овощ под зиму Эльвира Ионовна советует в гранулах или лентах. Оболочка будет медленно растворяться в почве и не даст семенам прорасти раньше срока. Садовод использует ранние и среднеспелые сорта – витаминная, нанская и лосиностровская. Сеять их нужно в сухую почву без полива. Осенние посевы должны быть учащенными, норму высева надо увеличить, потому что зимой погодные условия могут быть разные и семена могут прорастать некоторые. И поэтому мы берем строгой фонд, увеличиваем норму высева примерно на 20%. Чтобы ранней весной лакомиться свежей зеленью, сейчас еще можно посадить лук. Эльвира Ионовна использует овсюк мелкой фракции, который сажает на расстоянии 5-8 см, сильно не заглубляя. После посадки закрывает семена землей и забывает до весны. В первой декаде апреля, когда у нас солнце начинает светиться ярче и тепло, теплее, снег начинает таять, мы сначала с этой земли, с этой грядки скидываем снег. По бокам поставить можно бортики, ну и досок можно как парничок сделать, можно и не делать. Просто с земли, снег скидываем и дальше сверху мы ставим дугу. Или же можно вот эти же рамы парниковые ставить, положить, или же дугу ставим. И таким образом теплой водой с раствором органзовки польем и укроем укрытым материалом, агросфаном, пленкой или же натягиваем на нее еще вторичную дугу. И таким образом они начинают дружно всходить. Чтобы зимой не скучать по огороду, женщины советуют переселить зелень, например, петрушку, с грядки в горшок для комнатных растений. За счет мощной корневой системы растение будет радовать вас своим видом и снабжать витаминами до весны. А уже тогда вы увидите первые всходы на своем участке и испытаете гордость за проделанную осенью работу.